Модель Power Cruiser Yamaha V-Max 1200 была представлена в 1985 году, появившись впервые на рынке Северной Америки. Концепция мотоцикла представляла собой черты круизера, мощный 4-цилиндровый V-образный двигатель, а также стиль и эргономику дрэкбайка. V-Max 1200 стал одним из первых серийных дрэксеров классического внешнего вида, показывающим выдающиеся динамические характеристики в гонках на 402 метра. За основу модели был взят двигатель от Yamaha Ventura Royal. 4-цилиндровый V-образный блок жидкостного охлаждения объемом 1198 кубических сантиметров, выдающий до 145 л.с. мощности и до 123 Нм крутящего момента. Главной особенностью данного мотора является наличие технологии V-Boost, которая управлялась сервоприводом и примерно к 6000 оборотам открывала дополнительные дроссельные заслонки между впускными каналами, создавая тем самым эффект использования больших карбюраторов на повышенных оборотах. Результатом использования данной системы является повышение количества в поступающей топливно-воздушной смеси на высоких оборотах, что в конечном итоге приводит к дополнительному увеличению мощности на 10%. Система V-Boost устанавливалась не на все мотоциклы Yamaha V-Max 1200, а шла в основном на североамериканские модификации. Из других особенностей мотоцикла следует выделить простую компоновку с остальной дуплексной рамой. Классические подвески в виде обычной телескопической вилки спереди и двойного амортизатора сзади. Дисковые тормоза, топливный бак на 15 литров, 5-ступенчатую коробку передач, гидравлическое сцепление, карданный привод и примерно 283 кг снаряженной массы. В 1987 году модель подвергается небольшому режиму. Кристайлингу получает новые колесные диски и седло измененной формы. В 1993 году изменениям подвергается передняя подвеска. Мотоцикл получает более мощную вилку и увеличенные тормозные диски с 282 до 298 мм, четырехпоршневые суппорта, а также новые карбюраторы Mikuini. В 2003 году модель Yamaha V-Max 1200 получает изменения под новые экологические нормы, снижая максимальную мощность до 135 л.с. для модели США и до 140 для канадских версий. В 2005 году на 1939-м токийском мотосалоне Yamaha продемонстрировала новую концепт-модель V-Max. Было представлено новое шасси, современная тормозная система, а также много иных изменений. 2007 год стал последним годом производства Yamaha V-Max 1200. Модели этого года унифицированы под 135 л.с. мощности. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 3,2 секунды до сотни для почти чоппера и в наши дни вызывает уважение. Что уж говорить о четвертьяковой давности. Летающая кувалда это 275 килограммов снаряженной массы, способной разогнаться до 235 километров в час. Правда после 160 мотоцикл действительно больше походил на снаряд, выпущенный из пушки. Направление задано, курс не изменен. Два вопроса всегда волновавшие умельцев, как улучшить управляемость и как заставить мотоцикл ехать еще быстрее. Ходовая часть мотоцикла здорово отстает от возможностей двигателя. Поэтому первым делом кастомайзеры берутся за нее. Алюминиевые втулки вместо саленблоков в креплении маятника и дополнительный бугель, наваренный на него, делают зад не таким ватным. А передние точки крепления двигателя к раме, в оригинале там установлены резиновые втулки, вешивают на алюминиевые пластины, включая двигатель в силовую структуру. Передняя вилка также отправляется на чердак. Вместо нее устанавливаются узлы от литров, вроде R1 или джиксера. Разумеется, меняют и задние амортизаторы. Штатные 15 и 18 дюймовые колеса меняют на 17 дюймовые от тех же литров. Они легче и управляемость выигрывает. Тормоза отдельный разговор. На модернизированные мотики после 1993 года как родные встают механизмы от той же R1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда ходовая приведена в боевую готовность, можно заняться и инъекциями азверина. Фильтр нулевого сопротивления, выхлопная система 421 с прямоточной банкой дают прибавку до 15 лошадиных сил наверхах и заметно поднимают тягу на низких и средних оборотах. Но это, как говорится, только присказка. Сказка впереди. Существует аж несколько вариантов увеличения рабочего объема от 1260 до 1560 кубических сантиметров. Встречаются и двухлитровые монстры. Нитрос вообще любимое дело, а уж сколько вариаций с турбонаддувом или механическим компрессором не счесть. В погоне за мощностью на колесе отдельные техноманьяки даже переделывают карданный привод на цепной. Словом, достается старичку VMAX чуть ли не за все мотоциклы вместе взятые. Кстати, общее мнение кувалдоводов-конструкторов второй VMAX, вышедший в свет в 2008 году, не в состоянии заменить собой дедушку. Говорят, не та порода. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok